здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube сегодняшняя тема георгина или как ее зовут правильно далее эта тема возникла тоже не случайно потому что мы очень редко говорим именно об этой культуре георгина в наших садах она занимает особое место это знаете любовь сердца ведь раньше цветов то не было особенных были георгины как мы их назвали сегодня хочу сказать вам только вот затронуть то то больное место у этой культуры которая вы покупая эту прекрасный цветок забываете что надо обязательно посмотреть что же там корневой шейкой то у этого замечательного растения посмотрите я вытащила из пакета да сухие опилки разумеется очень сухие но при всем при этом очень крепкие картошечки это ложные эти корнеплоды такие ложные картошки очень крепкие даже маленькие он прям замечательный такой но у него есть одно место которое вы должны обязательно проверить до картошки все тургор как говорят агрономы замечательный или только листьев касается не помню значит вот здесь есть место такое ну картошки тут могут быть слегка поранены до слегка вот болтаться но они не оторвали значит они живые вот здесь это бывший цветонос около него как раз особенно вот эти вот корнеплоды вот около этого места должны образовываться смотрите вот там где заканчивается то есть начинается эта картошка вот тут две почки проснулись вот тут почка проснулась вот тут и около каждого и здесь на стволе и здесь около малышей везде уже есть почки и это говорит о том что у него будет несколько цветоносов высота этого георги этой георгины давайте правильно говорить где-то порядка метр метр десять не очень высокие ну значит достаточно кустистые есть же очень крупноцветковые георгины у которых вот такой цветок больше моей головы а есть среднего как бы до размера цветы и поэтому это будет пышный припышный куст хочу показать другую георгины которая ростиком то будет сантиметров 40 зато цветов на ней будет просто невероятное количество вот здесь у меня три сорта поглядите да это коротышки но они они хороши тем чтобы посадить то их можете не только в землю а еще и в контейнер ну в какую-то чашу да и можете носиться с ней все лето по дачному участку но едут гости ну все переносим малышей выставляем композиции все очень красиво разве это не красиво просто супер замечательно а учитывая что корневища у них очень полноценные видите сколько много картошек это значит что и цветов будет невероятное количество это вот такой цветущий куст причем георгина чем отличается от многих цветов она же очень долго цветет не сбрасывая цветы очень редко приходится убирать отсветшие бутоны но вы уж милые постарайтесь это делать потому что даже не только отсветшие бутон надо убирать у георгин вообще а у этих малышей тем более если вы хотите снова картошки получить нужно убирать еще и лишние шишечки которые до будущие бутоны потому что перегруз цветение постоянно да еще в таком количестве она истощить настолько вот эти вот господи картошки что вы их осенью не найдете либо они у вас не долежат до следующей весны вот в чем проблема самое главное условие обработка георгина перед перед замачиванием во влажных опилках перед проращиванием как мы говорим это обязательно обработка против гнили всевозможных потому что ну как-то раньше цветы не болели сейчас болеют как все цветы на дачном участке и еще один секрет когда вы уже прорастили георгин да неважно в тазике в опилках там в почве я все это покажу помните что после посадки три-четыре дня не поливайте дайте возможность георгину не загнить от большого количества воды а просто выпустить корни поработать корнями и только через три-четыре дня можете позволить себе ну такую довольно скромную поливку а дальше уже будете поливать как положено дайте ему прийти себя вот и все что от вас требуется ну удачи вам а на этом все пока